Есть люди, о которых нужно либо рассказывать очень много, долго, и тогда не хватит целого концерта, либо нужно просто назвать имя и фамилию. Я выбираю второй вариант. Леонид Сергеев! У меня сегодня очень сложная задача. Я в двух песнях буду воплощать образы трех дам. Вообще, проникать в дам, в их образы, сложная задача сама по себе. Помните у Жванецкого, да? Я никогда не буду женщиной, а интересно, что они чувствуют. Вот. Однажды я спел песню Юрия Ильича Бисборо, которую у автора называется достаточно продолжительно. Разговор двух дам, подслушанный правдивым автором в аэропорту города Челябинска, в то время, когда по причине непогоды туда слетали самолеты разных рейсов. В простонародье эта песня называется «Излишний вес». Я, наверное, был настолько убедительным, что меня пригласили с этой песней в передачу «Жить здорово». Причем, когда я узнал, что создатели передачи искренне считают, что это моя песня, я понял, что мой гражданский долг – это успеть сказать, что это песня Юрия Ильича Бисбора. Потом, когда оказалось, что невозможно подключить гитару, и я не спою эту песню, и все-таки сказал, что это песня Юрия Ильича Бисбора, на этом закончилось мое участие в этой передаче. С тех пор, всегда, когда я пою эту песню, которая стала уже моей визитной карточкой, видите, как я поднялся благодаря ей? Я говорю, Юрий Бисбор из «Излишний вес». Я не поняла, вы заказали? Нет, не приходил еще злодей. В этих ресторанах при вокзале Нас просто не считают злодей. Я во Владик жму из Ленинграда. Может, он без меня на стенку влез. Владик, и даром мне не надо, дорогая. Я в Мацест сбросил лишний вес. Излишний вес, он словно бес. Он цепко держит наши органы в осаде, а также виден он и спереди, и сзади. Чтоб он исчез, излишний вес. Встаньте, дорогая, и пройдите. Ой-ой-ой, вот тут у вас висит. Крошка, при моем-то аппетите Я еле помещаюсь в такси. Говорят, у нас ласты мне от проходу. Пышно сейчас, не очень говорят. Крошка, это западная мода. Наш лошо имеет, то и рад. Излишний вес, он словно бес. Он цепко держит наши органы в осаде, а также виден он и спереди, и сзади. Чтоб он исчез, излишний вес. Шо я говорю, не ешьте на ночь. После восемнадцати антракт. Ну, а если гости к нам нагрянут? Вот гости пусть рубают, шо хотят. Надо съездить в город Минитополь. Папка варит там, супец один. Выпьешь, станешь стройная, как топ. Да-да-да, как артист. Вот Никулин, Валентин. Излишний вес, он словно бес. Он цепко держит наши органы в осаде. А также виден он и спереди, и сзади. Да, чтоб он исчез, излишний вес. А вот эти, извиняюсь, йоги. Крошка, это сумасшедший дом. Я однажды завязала ноги в позу лодц. Тебе были развязаны потом. Где ж официант, будь он не ладен? Он, он приближается, злодеи. Мне четыре порции оладьи со сметаной. А мне картошки, пиво и сердей. Излишний вес, он словно бес. Он цепко держит наши органы в осаде. А также виден он и спереди, и сзади. Чем он исчез, излишний вес. Вообще-то на последнем припеве должен звучать вообще стройный хор женских голосов и еще более громкий хор мужских, что-то там понравится, да, и не получить. Вот. Но это в следующий раз, да. Сегодня мы как бы репетируем. Второй женский образ тоже, я так для себя понимаю, это женщина трудной, но нужной судьбы. И хоть песня написана и давно, в 70-е годы, наверное, мало что изменилось. Извините, сейчас из этих двух образов надо влезть в другой, в третий. Он за мною вид нашел, взял за локоть. Слушай, Люсик, будет очень хорошо, я живу в отдельном люксе. Я не Люсик, говорю, а зовут меня Тамара, и такого не терплю, и такие мне не пара. Не смутился он ничуть, только взглядом гладит платье, я тебе за ночь заплачу, сколько тебе за закладь. У него усы густые, и глаза, как две букашки, и виднеются кусты из-за ворота рубашки. Я играла в мяч ручной за спортивные награды, и была я центровой, и в разочек был, что надо. Я овощечку сумму из руки переложила, кавалеру своему между букашек засадила. Действили, тварила суп, действили, твилье стирала, Десять лет в очередях колбасу я доставала. Десять лет сидела я у окошка на работе, Десять лет тучила я сверхсекретно, и чего-то сердце стачивая в кровь. Десять лет дедю растила, что же осталось на любовь. Полтора годка от силы. Мне до Щелковской метро, а от Щелковской автобус, а в авоське шесть кило, овощных консервов оголопус. Открываю тихо дверь, дочка бьет по фортепьяном, ну а мой любимый зверь, он лежит пьяный. Снять ботиночки с него, не тревожа постаралась, от получки от его трешка мятая осталась. Глянув телик, дым и чат поколение молодое, те с гитарами кричат, как перед большой бедою. На плите чайок стоит, дочка сладко засыпает, за окном моим гаи громко участников ругает. Убрала я со стола, своего треврела пашку, а все ж таки мало я дала, тому году межбукашек. Десять лет ларила суп, десять лет белье стирала, десять лет в очередях колбасу я доставала. Десять лет синела я, десять лет учила я сверхсекретное чего-то. Десять лет синела я у окошка на работе, сердце стачивая в кровь. Десять лет дитю растила, что же осталось на любовь? Полтора годка от силы. Не болейте! Леонид Сергеев АПЛОДИСМЕНТЫ